По прогнозам ЧС затопит 75% в территории региона. Минимизировать потери от неминуемого паводка жители региона могли бы, если бы застраховали свое имущество. Но желающих заключить договор с какой-либо компанией – единицы. Казалось бы, те, кто понес убытки в прошлые годы, могли бы в этот раз попытаться обезопасить себя и возместить то, что будет унесено большой водой. Дмитрий Куканас узнал о подводных камнях страхования от паводка. А вот это? Вот здесь, да? Так, еще прямо вот так покрути ее, покрути, вот, чтобы до земли. Чувствуешь, до земли дошло? Хорошо. За время снегомерной практики студенты-географы проходят километры по сугробам, чтобы взять сотни проб. В конце зимы показания будут максимально корректными, но уже сейчас можно сделать неутешительные для жителей частного сектора выводы. Средняя высота снежного покрова выше, чем вот в предыдущие годы. Но запасы воды в снеге зависят главным образом не от высоты, а от плотности снега. В этом году средняя плотность невысокая, потому что в течение зимы не было большого количества оттепелей, что сказывается на уплотнении снега. Но, тем не менее, запасы воды достаточно большие. В том, что в этом году их снова затопят, жители на улице 5 декабря уверены без специальных измерений. С наступлением тепла вода здесь заходит практически в каждый двор, а то и дом. Людмила Богачанова говорит, что с каждой весной уровень воды все выше. Боясь, что размоет фундамент, Амичка застраховала дом от ущерба. Стоимость годового полиса более 23 тысяч рублей. Но когда затопила подвал, в компании объяснили, подъем грунтовых вод страховым случаем не является. Теперь страховаться желания нет. Нет, мы бросили, зачем это надо. Это у нас 12-й, 13-й, 14-й. Все, мы не стали страховаться. Зачем? Уже теперь что будет, то будет с домом. На наш век хватит. Юристы говорят, взаимоисключающие пункты, трудновыполнимые условия и бюрократическая волокита – это то, к чему клиенты страховой компании оказываются не готовы. Сначала нужно, чтобы подтопление признали паводком. Затем надо установить реальную стоимость ущерба. Но прежде всего необходимо внимательно читать сам договор. Как показывает судебная практика, попавшие в беду люди зачастую не знают даже основных своих обязанностей. Страхователь обязан во время страхового случая принять все возможные меры для уменьшения размера убытков и спасания имущества. Например, отогнать автомобиль от места паводка, убрать ценные вещи, зная о паводке, допустим, из подпола, из подвала, перенести на чердачные помещения, либо на вторые этажи. После каждого крупного паводка, подсчитав выплаты пострадавшим, власти предлагают ввести обязательное страхование для жителей потенциально опасных районов по типу ОСАГО. Но дальше примерного расчета стоимости полиса дело не идет. Даже существующий тариф страховки от стихийных бедствий, а это минимум 1% от общей стоимости имущества, для большинства жителей частного сектора и сельских районов сумма неподъемная. Дмитрий Куканас, Евгений Русенко, новости здесь, Омск.